Всем привет! 27 января UFL презентовала свой геймплейный трейлер, и сделали это разработчики на специальном онлайн-ивенте. И на фоне самого трейлера затерялся ряд интересной информации, озвученной Юджином о проекте. В этом видео расскажем вам все самое важное, о чем нам поведал представитель разработчиков. Предлагаем вам поделиться в комментариях своими ожиданиями от игры, а мы начинаем. Итак, первый важный факт касается матчмейкинга. Нам заявили, что главным флагманским режимом станет онлайн-режим, в котором будет вестись борьба в дивизионах. Создатели UFL заявляют, что система подбора оппонентов будет настроена максимально честно и прозрачно. И по задумке разработчиков, вы будете в каждом новом матче соперничать с игроками, имеющими равный с вами уровень игры и развитие команды. Второй момент это Ганди Кап. Разработчики заявляют, что его в игре не будет как такового. Они не собираются настраивать игру так, чтобы она работала, пытаясь соблюсти интересы обоих соперников. Процитируем Юджина. Мы будем подбирать соперников так, чтобы вы осваивали новые скиллы в игре, получая при этом удовольствие. Третий момент. Нам подробнее рассказали об управлении клубами в главных режимах. Каждый игрок создает свой собственный клуб, и чем больше он будет играть, тем больше новых возможностей для усиления и развития состава будут открываться. Игрок будет принимать решения по трансферам, составу, тактике, формации и другим аспектам. Также объявлено о том, что футболистов можно будет прокачивать, развивая их умения, и даже тренировать возможность игры на соседних позициях. Четвертый факт касается других режимов игры, кроме главного онлайнового. Юджин на презентации успел озвучить несколько из них. И это просто онлайн-матчи вне лиг, поединки 2 на 2 и 3 на 3, матчи против друзей, случайный оффлайн-режим, специальные ивенты, миссии, челленджи и создание турниров. В UFL не будет никаких обнулений и сбросов. Вместо этого будут сезоны, в которых вам предстоит сражаться за чемпионский титул. Если вы завоюете трофей, то он переместится в ваш зал славы и будет там храниться. Пятый момент. Лицензии. Юджин коротко остановился и на этом животрепещущем вопросе. Но сделал он это без особой конкретики. Скоро мы анонсируем новые партнерские соглашения с футболистами и клубами, заявил представитель Страйкерс. Шестой факт. На презентации было объявлено о соглашении с Роналду через ролик, в котором Юджин типа созванивается с Криштиану. И тот сообщает ему о том, что становится частью игры. В общем, более убедительного пруфа о том, что Роналду будет в UFL, придумать сложно. Вот такой была презентация UFL. Теперь мы знаем о грядущей игре чуть больше. И будем продолжать следить за всеми свежими новостями о ней. Всем спасибо за просмотр. Поддержать наш канал вы можете лайком и подпиской. Всех вам благ и скоро услышимся.